Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам показать, как рисовать шорты трикотажные, очень популярная в этом сезоне модель. Но особое хочу внимание уделить, как рисовать трикотажный пояс, когда у нас пришит пояс из основной ткани и присобран на кулиску, еще плюс дополнительно простроченный. У многих возникает вопрос, а как же сделать вот такого рода складочку-оборочку. Вот ее-то мы сейчас и будем с вами разбирать. Для этого нам понадобится манекенчик. Скачать данный шаблон можно по ссылочке под видео, перейдите. Его можно себе приобрести, скачать и, соответственно, использовать его либо в PDF формате, если вам это удобно, либо распечатать и рисовать от руки. Это тоже вполне такой возможный вариант. Давайте сейчас я его так подвину. Итак, нас интересует часть киношортов. Соответственно, это талия, бедра. Здесь у меня уже даже нанесены кое-какие линии, которые можно использовать для брусов. Значит, смотрите. Естественно, мы рисуем для начала половинку. И по вашему желанию рисуем мы... Вот я начала неправильно и очень хорошо на этом сейчас акцентируюсь. Во-первых, блокируем слой. Создаем новый слой, на котором мы будем рисовать. Шаблон у нас остается внизу. Сразу настраиваем перо цвет черный. Если вы трогали шаблон, то, скорее всего, у вас переснялось и у вас будет пунктирная линия. Все. Инструмент перо взяли. Ставим теперь линию. Смотрите, у меня просто черный цвет линии. И рисуем половинку шортиков. Я их нарисую в средней длине, немножечко пошире. А здесь сверху они будут притаянного силуэта. Нарисую сейчас одну половинку, а потом будем детально работать с поясом. Потому что акцент я хотела сделать именно на том, как нарисовать пояс. Сами шорты не предоставляют никакой особой сложности. И я уверена, что если вы уже смотрели другие видео, или вообще рисовали какие-либо другие эскизы, у вас особо не будет проблем с тем, как их изобразить. Еще один актуальный элемент, который сейчас часто много где используется, это отворот по низу шортов. То есть это, как правило, шорты из трикотажа, как правило, диагональ рейнчтери. Сначала я вам их не делаю. И, в общем-то, вот такие они получаются. Так, сейчас мы сделаем тут кармашек сразу. То есть я нарисую низ шортиков, которые, ну, в общем-то, мы не будем на нем делать никакого акцента, а будем работать именно с поясочком, чтобы он у нас был максимально правильным. Так, правлю направляющей инструментом опорная точка. Сейчас я немножечко даже приближу, чтобы мне лучше было видно. Он находится в пере. Вот перо. И в инструментах перо вы его найдете. Соответственно, вот они, усики направляющих. Можно сразу все прекрасно поправить. Такой у меня получился кармашек. По краю кармашка можно сделать, например, отстрочку. Так, моя рекомендация по отстрочкам делать их чуть тоньше, чем основная линия. Ну, 0,5-0,25 в зависимости от того, какой у вас эскиз. И по настройке пунктира 2 на 2. 2 на 2 у меня вот он уже настроен пункт. Вот он получился. Теперь мы можем с вами это закрасить белым. То есть сейчас сразу половинку шортов мы нарисуем. Она у нас будет готовая. Кармашек можно сделать на полтона темнее. Тогда будет ощущение света теневого контраста. И отворот тоже чуть-чуть потемнее. Тогда он будет немножечко выделяться. Вот смотрите, я сказала чуть-чуть темнее. Это не значит, что я их взяла и как-то там вот прям перекрасила в какой-то цвет. Я слегка-слегка добавила ему цифроватый оттенок. Теперь я это раззеркаливаю. Окно. Обработка контуров. Каждый раз я специально достаю эту панель. Я бы могла уже давно настроить и закрепить ее в своей рабочей области. Но если вдруг вы не смотрели мои предыдущие видео и не знаете, где она берется, то смотрите окно обработка контуров. Она есть и в русской, и в английской версии. Если у вас английская версия, то просто досчитайте. Либо shift, control, f9, и у вас эта панель вызовется. Они абсолютно идентичны русской и английской версии. Просто вот оно там. Так. И инструмент зеркальное отражение. Вот он находится. Вот так. Чуть-чуть сейчас мы снестим. У нас получились шортики. И сейчас особое внимание я буду уделять именно в зоне пояса. Буду рисовать половинку. Так быстрее. Смотрите, когда у нас идет пояс, и если он затянутый, он у нас не может быть вот такой ровной линии. Скорее всего, сверху он будет немножечко вот такой неровный. И это тоже желательно показать. Вот он вот такой у нас неровный. Далее, если у нас есть отстрочки, будет выпуклость. На отстрочку она ушла, выпуклость. На отстрочку и снова выпуклость. И здесь тоже он будет чуть-чуть у вас присбариваться. То есть это надо сразу задать на эскизе. Таким образом, вам будет проще. Половинку я нарисовала. Соответственно, чтобы вот это все не повторять, я зеркальным отражением это все... Оп! И как раз вот нам нужна обработка контуров. Сливаем. Если есть лишняя точечка, мы ее убираем. И здесь тоже можем убрать. Как раз немножечко слетит симметрия, если убрать эту центральную точку. Соответственно, можно ее там чуть-чуть подвинуть. И вообще не будет понятно, что это были симметричные вещи. Вот так. То есть как-то оно тут распределяется. Что у нас будет дальше? Дальше у нас будет две отстрочки. Вот так. При этом... Сейчас я сделаю небольшой у нее выгиб. Таким образом. И вторую отстрочку вот сюда. Тоже смотрите, если вдруг что-то не совпадает, то вот эти точки мы можем туда подправить, чтобы они были более органично вписывались в то, что мы рисуем. А здесь симметрия не нужна. Я это просто делаю для ускорения. То есть, понятное дело, что при реальной работе как бы она всегда будет чуть-чуть симметрична. И возможно, вот этот краешек будет немножечко подтопорщиваться. То есть, ну как бы вроде зажато, а вот здесь будет не зажато. И эти две линии, они у нас должны стать пунктирными. И вот у нас есть пунктир. Вот эту сейчас мы чуть-чуть ее поправим. Так. А что я теперь буду делать? Я создам, заблокирую этот слой, создам новый слой. Вот это важно. Потом мы все сольем на один слой. Но дело в том, что разные слои позволяют нам не соприкасаться с тем, что уже нарисовано. И это нас не будет дергать и беспокоить. Потому что если вы будете рисовать на том же слое, когда вы сейчас начнете рисовать разнообразные объекты, они будут цеплять предыдущий слой. Это будет неудобно. Поэтому пользуйтесь этой техникой при создании эскизов. То есть, вы сначала просто во время рисования это делаете, потом убираете, сгруппировываете на один слой. Это нормально. Я буду рисовать складочки двумя элементами. Первые элементы это будут замкнутые контуры, вторые элементы это у нас будут линии. Здесь нужно немножко запастись терпением. И это будут разнообразные формы замкнутые линии. Притом, смотрите, они будут идти от линий прострочки. То есть, вот эти линии прострочки, они как бы у нас присобирают нашу с вами форму. Ну и сверху, конечно, тоже они будут выходить. Если хотите, наверняка у многих есть такого плана тренировочные штаны, спортивные штаны. Просто посмотрите, как это выглядит. Там вот много вот таких вот складочек. И здесь нужно немножечко запастись терпением. Такой маленький лайфхак на будущее для ленивых и стремящихся ускорить свою работу. Один раз грамотно отрисовав этот пояс, вы сможете потом его просто вызывать, когда вам нужны эти штаны, и к этому поясу пририсовывать все остальное. Но поскольку в данных видео я ставлю свои задачи вам показать, как это отрисовывать, рисую все с нуля. А так, когда мне нужен какой-то эскиз, естественно, я не буду его отрисовывать с нуля. Я просто вызову тот эскиз, на котором у меня уже нарисован данный пояс. И на его основе буду что-то творить. И это вот большой плюс. Хорошо создавать себе базу эскизов. Когда у вас база эскизов достигнет хотя бы 50 единиц, а еще лучше 100, а именно этот челлендж у нас направлен на 100 эскизов, и в зависимости от того ассортимента, если вы там, например, работаете в основном с рубашечным ассортиментом, то потом, когда у вас какая-либо рубашка будет возникать, вы будете просто вызывать эскиз похожей рубашки, его моделировать, изменять длину рукава, изменять манжет, что-то там править и так далее. И таким образом у вас будет получаться моделька. Быстро и просто. Вот здесь можно схитрить. Это у нас все сделано. Мы просто берем и зеркальным отражением от центра это все туда вот вниз. Только нам с копией. Надо повернуть. Shift, Alt, отпустили. Мышку отпустили. И, как вы понимаете, это получается побыстрее. То есть я могу теперь объектики немножечко тут поправить, как-то их подраскидать. Но все равно быстрее, чем их заново рисовать. Естественно, оно должно смотреться органично. То есть не так, что вы там что-то такое отзеркалили, потому что вам было лениво что-то рисовать, и оно смотрится абы как. Нет. Если вы что-то зеркалите, вы должны понимать для чего. Для симметрии, либо для ускорения процесса. Но все равно после этого приходится делать какие-то доработки, чтобы вот оно красиво было. Как видите, я сейчас делаю только черным цветом. Это самая универсальная вещь. Мы сейчас настроим еще на него прозрачность. Еще чуть-чуть потерпеть. Рисую при вас, чтобы вы понимали скорость рисунка. Ничего у меня не ускорено. Все в живом формате. Вот если где-то не хватает каких-то палочек, там, кружочков и так далее, вот их, пожалуйста, расклеивайте. В общем, теперь еще по центру сейчас соберем эти объекты всякие разные. Можно их с разных концов собирать. Таким образом получим полностью сделанную штучку. Да, долго. Да, нудно. Но один раз сделали, в библиотеку все положили, в нужный момент взяли и использовали. Поэтому не ленитесь. Очень вам рекомендую. Рисуйте эскизы очень качественно. Рисуйте их сразу готовыми для заливок. И это проблема многих людей. Я вот своих студентов принципиально учу сразу техники того, когда мы рисуем эскизы объектами. Таким образом они поддаются абсолютно любым заливкам. С ними очень удобно работать. Их удобно потом переделывать, перезаливать, брать у них какие-то элементы. То есть, грубо говоря, вы нарисовали рукава, там, от одного эскиза рукава приклеили, от другого эскиза воротник приклеили, от третьего там еще какие-то элементы взяли, карманы, и вот у вас уже новый эскиз. И это очень быстро, очень ускоряет. Чем больше базы, тем лучше вы с этим справляетесь. Где-то, ну, там, свежие карманы нарисовали. Вот такого плана у нас штучка получается. Еще раз отсматриваем, как и что. Добавляем элементы, если они нужны. Видите, ни о какой симметрии речь не идет. То есть, она вся такая какая-то вот в темных пятнах, да, как леопард. Сделали. За счет того, что у нас с вами это все на отдельном слое, мы ничего другое не зацепим. И мы теперь добавляем прозрачности. Вот добавили прозрачности. В принципе, можно сделать единую прозрачность, можно сделать разную прозрачность, как вам больше нравится. Это все сгруппировываем. И блокирую слой, создаю еще один слой. Сейчас будем рисовать линеарность. Потому что, видите, оно как бы такое есть, но не хватает линеарности. Рисовать можно линий, отрезком линии рисовать можно дугой. Дугой иногда удобно, иногда неудобно. Нужно пробовать. Иногда можно подрисовать дугой. Притом она у нас будет 0,25. Вот так. Она будет вот в одну сторону у нас так вот загибаться. Линия не должна быть особо прямой, поэтому дуга она, как правило, выручает. Должны быть складочки. Я даже не могу сказать, что здесь есть какая-то супер хитрость. Просто вот нужно много красивых вот таких линий нарисовать, показать, что вот здесь у нас с вами складочки. Конечно, лучше рисовать их от уголков, которые наверху. Вот они у вас будут. Смотрите, красивыми. Опять же, немножко терпения набраться для того, чтобы их сделать. Линии идут к линиям от строчки. Видите, то есть они туда у нас собираются. Дуга в этом очень помогает. То есть как будто бы вот отсюда мы с вами делаем вот эти вот штучки. Здесь то же самое. Можно раззеркалить, можно просто как я быстренько их сделать. Они должны быть подлиннее, покороче. Одна линия целиком пересекает от края до линии от строчки, другая не до конца доходит. Как в реале, если посмотреть, например, живое или фотографии найти. Сейчас их очень много, вообще не проблема такой пояс найти. Я считаю, именно поэтому важно показать, как он рисуется, чтобы вы понимали и знали. Один раз вы его отрисуетесь в библиотеку, будете потом наслаждаться им применять везде, когда нужно. Так. Нежматимся на линии, рисуем их, рисуем. Вот сколько надо, столько и прорисовываем. Они сейчас немножечко смотрятся топорно. Как вы сами понимаете, это не страшно. Вот. Продолжаем их рисовать. Рисуем, 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 рисуем. Дуга, конечно, вот она здорово. Она гнется. Вот в какую сторону мне нужно она в ту поворачивается. Очень вот прям удобно. Где-то она прямой линии встает. Ну, почти прямой, да? Она там и сгибается, конечно, но это незаметно. Так. 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 Вот мы их наделали. Как видите, немножечко у нас произошло сливание с нашей отстрочкой. Но мы сейчас его быстренько уберем. И все будет очень интересно и очень красиво. Добавляю еще элементы. Вот такая штучка у нас получается. Все. Поскольку это у нас опять отдельный слой, мы можем нажать Ctrl-A. Это выбрать все, что находится на данном слое. А здесь у нас только эти линии. И вот здесь вот, во параметрах, есть профиль. Вот. Такая стала красивая линия. Сейчас мы ее сделаем, чтобы она была полтора. Вот на 15. Смотрите, что у нас получилось. Сейчас я немножко подальше уберу. Вот такой сжатый пояс, собранный, соответственно, на кулиску. Если вы думаете, что темновато, можете выбрать, соответственно, там, где у вас тени. И немножко их поправить. Такой пояс на любой цвет у вас встанет, покажет, как и что. Давайте еще дополню еще двумя популярными элементами, которые часто используются на данных поясах. Это люверсы. Рисую кружочек. Теперь. Что такое? Сдублировались. Ctrl-C, Ctrl-B. Кружочек в кружочке. Видите, теперь разгруппировываем. Я нажала сюда. У меня получается бублик. Очень важно рисовать бублики. Своих студентов гоняю. Я не знаю, тут и задание с лимбийскими кольцами. Но после этого зато жизнь улыбается. Градиент можно сделать радиальный. Только не по... Или сделать генеально. Тоже хорошо. Соответственно, вот так мы ставим сюда бублик. Можно ему добавить все это в водке. Только она должна быть тоненькая. С прозрачностью, что вы, градиент? Сейчас посмотрим. Нет, без прозрачности. Отлично. Соответственно. Он у меня попал не на тот слой, поэтому... Вот, пробили здесь люверс, пробили здесь люверс. И теперь из этих люверсов, они могут быть нужного вам размера. Бывают, что делают петельки, но люверсы бьют чаще. Мы с вами туда помещаем шнурок. Вот он у нас, вот такой шнурочек будет. Я обычно рисую не очень ровный шнурок, потому что, когда он будет у нас висеть, то вы все равно, даже если он плоский, например, вы не будете его видеть абсолютно ровно. Он все равно будет немножечко боком поворачиваться. Можно его чуть-чуть погладить инструментом сглаживания. Он будет у вас более гладкий. И здесь вот тоже посмотреть, чтобы он красиво, аккуратно входил в люверс. И было полное ощущение, что вот оно туда, оттуда идет. Если не видите, то мы приближаем. И туда все это аккуратненько вживляем. Вот таким образом. Шнурки можно рисовать симметрично, но я бы этого не рекомендовала делать. Я бы рекомендовала каждый шнурок нарисовать по-своему, потому что они никогда не лежат абсолютно симметрично. И редко бывают абсолютно одинаковой длины. То есть, как бы, это даст живость изделию такой вот более интересный подход. Так, например, он будет у нас сереньким, да, чтобы немножко выделялся на фоне основного эскиза. И еще мы к нему дорисуем вот такие интересные штучки, наконечники. Как правило, там бывают узелки, а бывают вот такие металлические наконечники. Так. Давайте посмотрим, правильно ли все с пропорциями. Да, все с пропорциями неплохо. Вот такие у нас шортики получились. На мой взгляд, все замечательно. Что мы теперь можем сделать? Мы можем разблокировать все, кроме слоя, на котором у нас, соответственно, находится шаблон. Выбрать все. И сгруппировать. Видите, все сошлось на одном слое. Соответственно, все остальные слои мы можем радостно убрать в корзину. Они нам более не нужны. Они нам нужны были именно для рисования, когда мы вот этот сложный пояс городили, чтобы они между собой не смешивались. И теперь, по традиции, я всегда показываю, как эскизы будут смотреться еще и в цвете. Давайте посмотрим, как это все у нас будет смотреться. Самое главное прокрасить первый эскиз аккуратненько, неторопливо. А потом все остальные можно просто заменой цвета. Какой, например? Ну, давайте сделаем какой-нибудь такого вот кофейного оттенка. Кофе с молоком. Вот эти будут чуть темнее всем. Шнурок может быть вообще любого другого контрастного цвета. Это на ваше усмотрение. Поэтому имейте это в виду. Я их сейчас слила, да, но... Можно понимать, что он может быть, например, черный шнурок. А это будет нормально. Пояс тоже он у нас вон единым объектом. Мы его... Раз. И за счет того, что все, что у нас прорисовано с вами черными объектами и сделано прозрачным станом, вот у нас встало совершенно спокойно. Ну, вот это, к примеру, если у нас черный шнурок, да. Давайте возьмем этот эскиз. Он у нас сгруппированный. Скопируем его. И через перекрасить графический объект... Сейчас это новая система, мне больше старая нравится. Мы можем с вами совершенно спокойно перекрасить его в любой тот оттенок, который нам с вами будет казаться более актуальным. И при этом, за счет того, что мы там кармашки все остальные тоже пометили, вы можете тут спокойно выбирать тот оттенок, который будет более актуальным. Сразу видно эскиз. Все, пожалуйста. Отдельно можно выбрать просто, войдя в режим изоляции двойным кликом, выбрать шнурок и покрасить его в любой цвет. Например, вот он серый будет. Да, пожалуйста, вот я его перекрасила. Специально это просто демонстрирую для понимания того, что очень широкой вариативностью вы можете делать абсолютно любые цветовые сочетания, которые вам нравятся. Можно оставить их белыми, можно оставить их черными, можно вот любыми. В сторону сдвинули. Также можно просто осветлить. Значит, кармашки осветляются. Осветлить тоже в светло-светло-бежевый. И уже получается другой эскиз сделать, например, более холодным. И показать, что здесь еще какой-то дополнительный контраст. А, например, тот же шнурок сделать цвета какао или любого другого, который вы считаете актуальным для данной модели. Можно показать, что творится другого цвета, того же цвета, парадный. В общем-то, моя задача была в первую очередь показать, как рисовать вот этот данный популярный очень пояс. Теперь на нем можно строить любые джоггеры, любые совершенно брючки, даже юбки туда подстраивать. Он у вас есть. Он у вас лег в основу вашей базы эскизов. И теперь вам не надо будет на него столько времени тратить. Захотели люверсы убрали, захотели поставили туда какие-нибудь петельки. Вообще как-то его модифицировали, сделали вставки и так далее. Он у вас уже есть. Вы уже на него потратили время. Вы его отработали. И используйте его так, как вам нужно. Очень классная вещь иметь вот такие вот наработки. В эскизах обязательно его сохраняйте. Подписывайте, что это за эскиз, что на нем есть. Возможно, делайте экспорт, чтобы когда вы смотрите просто с флешки, у вас было видно эскизы. И обязательно его потом используйте в своей работе. Потому что те, кто рисует постоянные эскизы, они, в общем-то, так и делают. Редко какие эскизы нарисуются прямо с нуля. Как правило, это собираются вот такие модули. Если у вас появились вопросы, обязательно их задавайте. Может быть, это какой-то элемент, который у вас не получается. Или еще что-то. Пишите мне, какие модельки вы бы еще хотели порисовать. Я с удовольствием буду готовить для вас новые видео и включать их в отрисовку. А на этом все. С вами была Щековская Екатерина. И напоминаю, что все шаблончики можно скачать по ссылке под данным видео. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось видео. А также подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Каждый вторник мы рисуем новый эскиз. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.